всем привет хочу показать в чем я деда я сейчас выезжаю по делам я одета в такие лосины своей смолнии по бокам такую розовую толстовку какую розовую цветастую и поверх моя курточка она мне жопу он прикрывает хорошо а внизу будут мои резиновые сапоги у нас сегодня дождливый день есть такие высокие резиновые сапоги всем привет доброго дня сегодня с утра солнышко погода так прямо радостно после дождя сегодня буду заниматься по помидоры буду полоть сорняков по после дождя так что начинаем это помидоры у них у меня которые в открытый грунт посадила 1 май но пруд укрытием было не пленочная как правильно называется вот белая тряпочная потом когда все сорняки все воду колышки уже ставить и сорняки сразу ведро собираю и них как бы сорняки полезность для меня получается я их бочку потом водой заливаем и мне как получается удобрение они три-четыре прикисают бродят поливаю мы вышли на прогулку сейчас были в ресторане и зарезервировали столик комнату со столиком отдельным для празднования дня рождения нашей девочки 19 числа июня у него будет первый день рождения я зарезервировали мы на субботу это будет 20 так вот сегодня всем напишу пригласительные кого мы приглашаем домой приедем всем напишу а кто завтра увидит видео приглашаю вас вышли на прогулку гуляем среди пустых магазинов решили потому что все пусто кто не знает до воскресенье в германии все закрыто кроме ресторанов то есть и продуктовые и магазины одежды но все 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 закрыто кроме ресторанов покажу вам как найдем дату покажу какие у нас магазины есть мы сейчас в аутлет городке у нас есть такой городок и там магазины outlet премиальных марок скажем тогда покажу что у нас там есть я вам про маленький парничок который в апреле я сюда семенами помидоры посадила и вот маме повезло вот такие же рассады маленькие я вам показывал там тоже видео потом я еще несколько чтобы остался где рассада я убрала посадила огурцы учет только подрезала я надеюсь уже не медведка у меня появилась ну вроде нам что-то подрезала не знаю вот посмотрим что ты страшненько у тебя они не вытаскивается я вот таким старый мы закрывал их рамами все поспели эти помидоры быть маленькие удаленькие а сорняков дофига но ничего страшного приведем порядок колышки поставим на них ведь уже как подросли сразу же вам покажу укропчик салат мой шпинат вот такой вот магазинчик что это ресторанчик суши суши и смузи написано никогда у них еще не пробовала написал взяла и буклетик нибудь приобрету посмотрю что к чему но выбор тоже опять же небольшой сейчас вам покажу вот сколько суши все я также решила из остатка сыворотка приготовит блины у меня блины будут овсяные вот у меня овсяная мука есть или добавим к овсяной муками и муки еще пшеничные подсолнечное масло 2 яйца все-таки я решил еще разрыхлите и сахар соль добавлять не будем потому что соленая сыворотка начинает готовить и Продолжение следует... Блины я дожарила. Конечно, для меня не новость, что на сыворотке блины жарить. Решила немножко прокомментировать. Здесь у нас Лакоста. Раньше здесь был вход в Хугабос. Он теперь переехал. Я не знаю, какой тут... А, теперь этот... Watch Station. Через часики там продаются всякие. Тут вот Левайс. Гэс. Там Самсонит. В эту сторону уже более премиальные марки. Это Максмара, Эскада, Юб. После Максмара Бёрбери. Там вот у нас Майкл Кос. А в эту сторону другие марки. Я уже не помню. Я уже даже забыла. Каждый год они строятся, строятся все больше и больше. Уже даже не запомнишь. Здесь вот кафешки. Там мостик. Под мостиком вода. Очень красивое место, конечно. Там впереди вон... Какой-то Альм Рейси, Винсорб, Кугабос. Туда он. Вербери, Дольче Габбана, Прада, Гуччи. Магерфельд. И обычно перед магазином здесь стоит статуя Карла. Вот она внутри. Видите? Вон она. Снаружи стоит она. В выходные его прячут вовнутрь. Ну и вообще, когда вечером закрываются. Интересно бояться, что сопротивляют. Тут у нас Старбакс. Он тоже закрыт. Хотя рестораны открыты, но так как все магазины закрыты, он тоже закрыт. Слана отдыха. Диванчики, пуфики, кафешки. Сидушки. Здесь люди после закупок садятся, отдыхают, кушают. Там дальше Валентино. И этот... Как его? О, забыла. Сейчас вам расскажу. А? На F. Как его там, блин? Фэнди. О, вспомнила. Фэнди. Россия, а вон Фэнди. За ним уже. Этот ребеночек совсем уже не хочет в коляске ходить. На ручках тоже неинтересно. Хочет уже вот так вот самостоятельно гулять, изучать все. Не хочет ни на ручках, ни в коляске, ничего. Ходим, так и охраняем ее. Вставай, вставай, папе. Вставай. Вставай, папе. Папа, помоги. Дай ручку папе. И за ручку ведь не хочет. Сама хочет. Это я вам показываю витрину марки Брайтлин. Это часы. Смотрите, какие у них цены. Часы, то есть часы они, видимо, на выходные прячут. Ну, посмотрите, настоящая цена 8300 евро. А вот ли цена 5800. Или вот эти 7850, а у нас 5500. Ничего себе, да, цены на часы? Туда поднимаются магазины, наверх. Смотрите. Джимми Чу. Бля-бля-бля. Туда-туда, наверх магазины, туда, вширь магазины. Очень много. Большой аутлет у нас. Ну что, начала я исправляться. Я не ем больше вредное на ночь. Сейчас у нас без 10, уже 12 ночи. Я ем салат. Салат у меня сметана, помидоры и укроп. Очень вкусно, очень просто. Ем я с черным хлебом сюда. Мне так вкуснее, чем с белым хлебом. Я также могу, кстати, есть левой рукой. Так как я работала в медицине, но работаю. Ну, сейчас не работаю, потому что в декрете. Нужно работать одинаково обеими руками уметь. То есть инструменты держать. Ты как работаешь и правой рукой, так и левой рукой. Поэтому я, в принципе, могу свободно ехать левой рукой. Вот. И хочу сказать вам, что мы сегодня делали. Мы искали подарок. День рождения дочери. Через две недели у меня день рождения. Искали подарок. Нашли. Приобрели. Заказали. Поедем забирать. Заказали столик. На отдельную комнату в ресторане. Где будем мы отдельно сидеть от всех. Многие родственники спрашивают, что дарить на день рождения. Малой. Ну, честно, мы даже не знаем, что говорить. Потому что вроде у него все есть. То есть ей ничего даже не надо. Поэтому мы отвечаем всем, что не знаем. Скорее всего, придут это деньгами, да? Еще я такая радостная. Мы заказали отель на два дня. Мы кое-куда едем. На мини-путешествие с семьей втроем. Об этом расскажу я вам уже в следующем видео. Если все получится. Но отель мы уже зарезервировали. Уже заплатили. Вот, я очень рада. Я давно уже туда хотела поехать. А сейчас особенно со своей семьей. Вот. Осталось разобраться с тортом. Насчет торта поеду я завтра с утра в одно место. Где делают очень красивые торты. Спрошу, что стоит, сколько стоит. Сегодня сидела, листала много-много картинок. Я столько пересмотрела детских тортов. Тортов. Правильно, тортов говорить. Все такие красивые. Вроде я вот определилась. Вот завтра поеду. Спрошу, что, сколько стоит. Всем спокойной ночи. Мира и добра. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь, кто не подписан. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok